На шестой манере резкое похолодание. Доллар по курсу Центрального банка 50 рублей и 1 копейка. Отлично. Сегодня воскресенье, 17 число, в Санкт-Петербурге плюс 12 градусов, дождь, ночью плюс 6. Амаз прямо мне в глаза смотрит, прямо в душу, так пристально, как будто он говорит, что ты несешь. Пардон, не Амаз, а Фродон. Да, мы уже в эфире, блин, я тут трендису всякую. Слушай, а что это за таблица, я что-то ничего не понимаю. Это сетка же. Как, 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 что это сетка такая? В том, 8 человек вместо 7? Как-то вышло, не может быть такое. Ну-ка, дай я проверю. 0-1. Не-не-не, это же какая-то другая сетка, по-моему. Кромере, выглядит крайне странно. Амаз сверху непонятно, что делает. Здесь сегодняшние игроки у нас указаны. Ну смотри, во-первых, в сетке на сайте совершенно другая схема, там вот стандартная схемка, там нет Амаза сверху прикручивать. Хотя нет, теперь есть. А-а-а, здесь 6 игроков вместо 7, то есть будет 1, 2, 3, 4, 5 игр у нас будет вместо 6, как обычно, да? Так, вот у нас, да, Калди и Том, Лим Мьюикс против Туэт, и потом победители этих пар будут сражаться с Амазом и Ост Кака. Интересно, а вот игроки, которые на халяву получили вот эту первую победу, это рандом или это на основании какого-то счета предыдущих туров, ну, в общем, на основании заслуг в прошлых турах? Да, наверное, они просто чуть дальше прошли в предыдущих турах. Более именитые игроки получили преимущество. Немножко выше кинули, но здесь Калди и Амаз самый именитый, так что вряд ли. Значит, по очкам. Да. И опять же, опять же, соблюдая хорошую традицию, все крутые игроки, ребята, как видите, носят очки. Точно. Кроме Тома. А, подожди, Том тоже носит. Блин, опять я фигню какую-то говорю. Что со мной не то сегодня, чай не тот. Ты просто еще не выпил. Сейчас пойдет. Или Женьшень попал не сюда. Ну, ладно. Что здесь у нас? Варлок Воин Друид. Варлок Рога Воин. Ну, в общем-то, стандартно. Стандартный набор. Роги тоже стали часто встречаться в последние дни. Поначалу их люди боялись брать. Ну, кроме Оил Рог, мы ничего пока особо не видели. Так что, наверное, здесь и будет у Оил Рога. Ну, первый матч Друид против Воина. Друид против Контрол Воина. Это очень хороший матчап. Ты веришь, что Контрол? Все-таки, мне кажется, и Животик, и Бум, они могут теоретически лежать в мужиках. Но пока да. Пока больше похож на Контрол Воина. Это означает фрифраг для Друида. Нет, смотри. Похоже на мужиков. Да. Это не фрифраг для Друида. Это уже посложнее для него выйдет. Ну, шансы как бы есть у обоих. Это просто мужики с Животиком и Бумом. Тоже есть такие штуки. А у Друида там еще есть датчика татакси сомнительная. Ни Латгроута, ни Тени, ни Робота. Исключительно на тот деках играть. Иначе сопли жевать придется в первые несколько ходов. Ага. Может быть даже Рогач в лицо пойдет. Нет. Пока рука отвратная, и Том морщится и выдыхает. Смотрите. Вот неплохо, да? Да. Ну, у Калды, кстати, хорошая рука. У него уже все нужные карты есть. Ему даже даку прокручивать не обязательно. Ну, мне кажется, все равно крайне желательно сдать себе старт руку Таурисана. И не мулиганить его, особенно против Друида, где там не очень агрессор. Все-таки Таурисана тут крайне... Ох ты, какой своевременный. А все равно, кстати, не опоздал. Потому что он все равно бы разве что Рогача сыграл, что так не уверен. А вот Латеп на следующий ход к нам выходит. Смотри, как в последний момент успел. Вовремя. Говорят, Бэкспейс Рога был, да? Вебкач пишет. Может быть. Ой, боюсь, тут придет Латеп и он не сможет с пылами прикрыть мужика 2-4. Придется давать мужика и топор. Да, точно. У Чаки был Бэкспейс Рог. В принципе, разнообразие околот есть. Ты же смотрел вчера, да, игру? Много, но не все. Там Сайлент Сторм зажигал. Если честно, ход Сайлент Сторма был совершенно очевиден. Я не понимаю, почему такое удивление нас вызвал. Да, это было жидко. Совершенный ход, который лежал на поверхности еще 2 хода назад. Он поставил все, это было понятно. Если он даст свои 3-4 жрицу, он так раскачается. Друид, который не перебил это все. Приз, который ты к концу думал. Не знаю, все на поверхности было. Номазы! Ты просто педант. Да не, я нормальный. От педанта слышу. Эх, прощайте, мистер Полтопора. Мистер Берсеркер. И там, главное, 6-го то хода нет, ничего. Только деревья ждать. Разве что стопд как какая-нибудь ловкая 4-6 стенка. Он даже решил трейд сделать. Да, трейд очень невыгодный. А так ли ему надо было сейчас этого лотхебу убирать? Да. Может было на следующий ход оставить? Ты про лотхеб? Размен? Угу. Очень рискованно, на самом деле. Размах еще и в лицо, снова на 5, а потом еще добивать. Тут, может быть, даже Рогач в лицо стоит сходить. Ну просто, чтобы какое-то давление обозначить. Рогач дерево, собрал комбу, быстро убил. А просто пропустить ход? Ну может быть, БГХ поставить на стол? В общем, БГХ поставят. Хотя там бум и, видимо, Том об этом знает. Да. Пытается хоть как-то прессовать оппонента. Угу. Угу. У тебя один раз в жизни смотрел китайский турнир. Там вот этот вот парень, Том 60229. Он первое место занял. Причем там у него серьезная конкуренция была. Ну все китайские про тоже играли. Ребят, мне тут просят звук выключить комментаторов. Мне кажется, что если тихо они говорят, то это даже лучше. Скажите, пожалуйста, по громкости, как нормально или еще тише их сделать? По-моему, они так чуть-чуть балаболят. Бормочут на заднем фоне, и это хорошо. Теп, выводит Грин Патрона на поле Калди. И сейчас через монету Вихрь, видимо, будет делать. Призрачный хвост пришел. И тут уже у Друиды начинаются проблемы. Потому что разобраться со всем этим Бортом. Там Бирлвинд уже. Тетка Бирлвинд. Будет сложно. Очень сильно ходит в гости. Сюда! Си сюда! И сейчас заполнил. Борт заполнил алкоголиками. На самом деле, если он сейчас ставит дерево, и вар по какой-то причине не почистит, то там летал у Друида будет. Но он почистит. С другой стороны у Друида и выбора нет. Халди думает, чтобы сыграть топор. Здесь, может быть, изрыгатель будет неплох. Будет ли он отдавать двух раненых дворфов, чтобы убить это дерево? Наверное, имеет смысл. Допустим, отдать двух дворфов и сыграть изрыгателя. Вроде выглядит неплохо. Но то, что дерево надо мочить, не обсуждается. Он решил сыграть топор. Отдал одного из дворфов. И даже решил жонглировать топорами, чтобы еще больше этих парней получить. Ну, правильно. Тому от них. Очень элегантный ход. И там же летал на следующий ход выходит, да? Сейчас я еще пересчитаю. Но вроде как на следующий ход летал. 18 плюс топор. Да, вроде бы летал и выходит. Здесь уже Друида надо спасаться, но у него нет возможности это сделать. Согласись, ход с топором был довольно элегантный, да? Да. Ну, Калде вообще шикарно разыграл. Хорошо сошелся. Явно понимаешь, что с такой ладой делать. Так, летал пока отменяется. Пока 18. И видимо гнев, да, у одного мужика? А, тут еще нервейт пришел. Появились опции. Может быть просто стенка, но она тоже тут так. Ну, съезд двух маленьких раненых мужиков. У нас этих мужиков ну просто завались. Мужики. У меня тут для Друида это полная беда. Да, одного мужика сгонял, он заберет наверное. И все. Одного мужика это меньше чем стенка, потому что стенка съедала двух мужиков, а у них одного. Так, ну что, у нас пятнашка. Плюс еще... Орел что ли с нервейта? А, БГХ на стол. Нет, просто способность героя еще одну мужика забрать. Ну... Не имеет это особого смысла. Надо добавить шестерку. Шестерку пока добавить нечего, можно только мужика 1-3 добавить. Или даже гномку. Гномку сразу в бой послать. Либо прикрыть мужиков животом. Животом закрыть мужиков своих. Ну... Да, здесь можно, наверное, загрателя поставить и в атаку идти. Там просто комбо есть. Наверняка калдибры не помнят. Харрисона здесь нельзя оставлять. Ну или можно его оставить, но надо тогда закрываться таунтом. Ну... Я уверен, кому он просчитал. Он сейчас думает либо живот, либо гномку в гости послать. Скорее всего живот, потому что не хочется отдавать существо 2-3 под потенциальный ремолл. Потому что на следующий ход у него будет 8 маны и это будет и тетка и мужик. Нет, смотри, отправляет гномку в гости. Угу. Гномка, значит, один мужик отдаются. На 9 проходим, остается 9. Да, 9 дамеджа. Друид может комбу отправить, чтобы убить этих мужиков. Да, оборонительные пеньки. Но даже это, на самом деле, не так уж сильно ему поможет. Ну, смотри, он убивает пеньками существо 2-3 и двух целых мужиков. И затем у него есть какие-то шансы отбиться через Кенария. Ну тоже, конечно, невелики, потому что там... Вот о чем я говорил. Он подставил тетку 2-3 вместо того, чтобы поставить мужика. И теперь он не может пускать в бой новых мужиков сразу. Например, поставит ему Кенария. Он не может сразу мужиками этого Кенария съесть. Угу. Игра-то еще может затянуться. Да, ему даже сейчас нет смысла этих патронов ставить здесь уже. Похоже, что топор 1-3 и 1-4, они не так агрессивны, как 3-5. Но нужно срочно крутить карты, срочно чем-то добивать. Потому что там сейчас Кенарий выйдет, и можно случайно не добить. Если что-то пойдет не так. Конярий. Конярий. Ну, значит, служитель боли, мастер брони, топор. Как думаешь? Я думаю, да, топор 1-3 и 1-4. Топор в лицо. И поставить 1-3 просто, чтобы начать брать через него карты. Чтобы крутить колоду. Похоже, да, похоже, что так. Живот, конечно, посильнее бьет, чем 2 существа 1-3, 1-4 в сумме. Но он карты не берет, а нам тут кровь из носа нужны карты. Угу. Здесь Кенарий или Друид Когтя. Почему? У него второй таунт. Два жирных стенки, через которые еще пойди и сходи как-то. Да, это, кстати, можно сказать, небольшая слабость воина, что у него прямо в лицо дамеджа нет никакого. Ему всегда через таунты приходится проходить. Теоретически у Друидов появляются шансы, если сейчас тут с топдеками не пропрет. Угу. А что там он топдекнуть там может? Здесь через это уже не пройти. Ну, разве что эту, тетку. Вторую тетку, да, и раскрутиться через существа 2-2 Кенария. Забавно, что БГХ сейчас может забрать существа 2-4. Может быть, на Кенарии может быть БГХ и Дерево с Хиллом. Тогда мы не подставляемся, он не хватает на Бума Маны, не подставляемся под Камбу вторую. Они оба иногда так головами покачивают. Типа, а он неплох. А ты хорош. Да. В правильном порядке садил атаку. 7-4, смотри, БГХ хилл со стороны. Забавно. БГХ хилл. Я уверен, что будет именно хилл, а не Бум. Есть такая примета, 3 хп лучше похилиться. Да, похоже Друид все таки. Похоже Друид все таки отмахался. Не, забавно. Здесь Бум идет в атаку. Размаха у нас нет, да? И БГХ уже потрачен. В Генарио в баф можно сыграть. Давай посчитаем. Так, 9 плюс 4 – 13, плюс абилка – 14, а там 19. Плюс он еще армор получит за тетку, нам не хватает хп. Ну, короче, даже не близко летал. Непонятно, надо подумать. Здесь бафнуть всех своих, деревом забрать Бума, пройти через таунт, ну и мастера брони тоже убрать, допустим, с поля. Не можно даже через монету сделать способность героя, добить еще бомбу. А ты не хотел бы вначале крутануть в Афгроуд, если вдруг там тот декнется размах, можно круче сыграть. А если не тот декнется, то через нервейт и Кенарио. Ну, Том решил огни делать. Абилку заедет, просто хп получить лишнее. Не, а может быть, просто лишний раз в лицо сходил, да? А, вот так вот, да, все это верно делает. Вот, и на следующий ход летал. И, кажется, Калди не может ничего сделать. С него рывок такой был убедительный, но тут друид перехватил инициативу. Слово за слово и понеслось. Чуть-чуть не додавил. Мне кажется, он допустил ошибку, когда я отдал тетку 2-3 с гномкой. Довольно дешево ее отдал. Вместо того, чтобы закрутить с нее мужиков, который уже лежал в руке на следующий ход. Я бомба на 4 в лицо? Нет. Почему бы и нет? Потому что нет. Потому что нет, да. Ну тоже шанс. Оу. Да, не, не, не лучший результат, возможно. Но... ... 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 сил добить здесь и еще не хватает и даже бума на самом деле не хочется ставить вдруг закрутит камбу да вдруг там тетка свайп это летал нет не не летал 114 а там 17 но он стол их подчистит наверное сейчас посмотрим до 16 на единице дам уже не хватает а да да 16 размах опять 2 1 хит чуть-чуть еще почистил 6 хитпоинтов я ну здесь воин приходит тетка но поздно я честно говоря думал здесь воин выиграет изначально груз молодец не растерялся том плохая старта рука в том он в последнем моменту деком в гроуд если бы опоздал один ход то все было пожалуй очень поздно бы проиграл без каких либо шансов очень быстро как про него говорили чувак с крутым киберспортивным ником том 60226 а что это означает 60226 1029 точнее ну просто это такое при генерейт никнейм да меня зовут том значит у меня я выберу никнейм том никнейм том занят ну надо добавить какие-то цифры добавлю к я свое любимое число может это его дата рождения по китайскому календарю о кстати тиджей сандерс сменил рубашку он вчера в синей сидел у него там был другой коллега комментатор он был в красной как раз тот наверное синюю сегодня надел и ты меня называешь педантом тиджей сандер сегодня в рубашке из новой коллекции и в сен лоран джо джо армане да и из спустить собак сегодня может быть поменьше перерывы между матчами сделают они кажется поняли что по две минуты там мариновать людей нет смысла ты не между туром и между матчами который сейчас был перерыв да ну вот видишь они прямо между каждым матчем такой по минуте почти перерыв делают я не замерялся честно не заметил разницы по-моему такой же просто если посмотреть какие-то другие турниры то там побыстрее все происходит здесь прямо все так пафосно ответственно сейчас у тома варлок если это хендлок то очень тяжело будет воину да патрон эта карта из черной горы с последним дополнением как видите не только тауретян полезен но и патрон да там много полезных карт если том сейчас возьмет матч то ему останется одну игру выиграть и у него надежная колода там остается воин да это хендлок и против комбо воина хендлок очень хорош все у тома сейчас очень большие шансы на победу в серии чай с женщинем неплох ребята чай с женщинем неплох запишите думаешь там кто-то сидит конспектирует конечно потом на youtube выложу там все увидят что чай с женщинем неплохо там похож даже они он убрался для карты ну да ему биджейш не нужен против воина и изригатели он тоже решил брать стартовой руки но вот этот горный великан и дракон это принципе то что надо хендлоку для начала колди там подготовился к борьбе с зулоком зарядился оружием сдача весьма достойна зулок они смотря на отвратных тароход все равно дракон с монетки потом через ход великан а сдачка то там ну ну чё то какая там сдачка какая-то никакая я даже не знаю как я должен сдачу этого вара против против хендлока ему скорее всего нужно достать все свои комбо командира песни войны берсерка вихрь и таури сана вот эти карты ему нужны просто чтобы иметь возможность за один ход замочить этого варлока казни было бы не дурно чтобы справляться с ранними дропами оппонентов типа там драконы великаны да казни тоже важны то что таури сана еще надо дожить если лок ставит гиганта на четвертый ход гигантский раз на следующий ход не поставить ну из-за 2 хода там весь пассиан сломается спасибо хоть дракона поставил то неплохо то могло бы ничего не поставить ну все и воин достает топор и начинает как дровосек дерево большое рубить достает от широких штанин навались в 12 хп обойдется на дракон катастрофа если щас еще хильнуть а у нас сюрприз обожаю партиров посадил варлок дракона вырос дракон большой при большой и колди такой у бар тянет потянет затащить не может сейчас этот драконов 16 по обойдется но нора поставит а этого мужика поставят на него стоит 14 пирата видимо бабахать и брать две карты уже так даже три карты все еще дракона рубить я думал хиллера уйдет в надежде на конь казь может быть это уже дракон то почти срублен колди упорный парень он уж если взялся за дело доведет его до конца а что у отца то большая семья отец слышишь рубит а я отвожу это про колди о казнь там на великана пригодится потом казнь как раз вовремя дракон с одним хитпоинтом остался казни меня ну вроде хорошо есть патрон есть варсонг есть берсерк но чего-то борт уже опасный слишком у противника как-то здесь надо выкручиваться пока не видно как а давай доставай второй топор и добивай этого дракона нет он сразу в гиганта пошел всего 18 хитпоинтов остается у воина не густом да варлок пока даже не думает сдавать позиции он сейчас будет наращивать и наращивать свое присутствие на борде не на ваш вижу варлока дракон 4-1 который сейчас умрет за бесплатно то рис она можно поставить его опять же убьет топор вместе с драконом тут непонятно как сыграть может поставить большого дракона и сделать стенкой до обоих наверное стенками делать какой смысл аргуста нет хила нет дракона одноразово у нас очевидно а вот если этого 4-1 сделать стенкой а вот этот вот это отличное решение но на самом деле даже если большого стенка не делать топор все равно не зарубит ты куда не ходи ничего не изменится нет он просто похоже ставит дракона что побольше на единичку и не торопится делать стенку вообще-то тут стенки да не имеет никакого смысла просто ему пришлось бы бить топором этого дракона но сейчас он получил надсмотрщик так что да теперь уже это смысла не имеет ну вот я думаю том об этом и думал что если он поставит этого дракона в стену все равно не станет топором работать он или inner rage кинет или вихрь что-то в этом роде при помощи командира песни войны и берсерка может он забрать этого дракона можно поставить бума пробовать бомбами туда попасть так или иначе ход получается не очень хороший по крайней мере если поставить бума то большое существо будет на поле тогда здесь наверное и бомба не имеет смысла разбивать сначала ударить топором в лицо или в здорового дракона потом уже ставить бума а потом бум да уже не знаю ты туда хочешь и сюда хочется ходить и везде хочется сходить не пахнет ли здесь лаотебом леталом здесь не пахнет нам не хватает до летала дофига не хватает до летала много не хватает а вот там с другой стороны с берсерком получается очень неплохой ход потенциально но все-таки латая выходит на поле теоретически да но в весном вихре по контре осталось только топор все равно выходит очень не дурно хп 10 вот что дурно ты сейчас топором что-нибудь рубанешь останется 6 и 2 хэлфайра в лицо так ну давай считать тетка существует 2-4 бабах топором это один удар потом еще 7 ударов это плюс 8 атаки а потом существует 2-1 который сразу бежит в гости короче короче тут какая-то крайне сложная ситуация которую можно решить тысячи способов интересно как поставить калди ну да типа порядка 17 единиц атаки он может берсерку сделать ну им придется отдать их в дракона не важно сколько на единиц атаки он отдает берсерка в дракона как ни крути осталось только решить как распределить основной дамаг да вихрь бы сейчас пригодился лотэ вовремя вышел на поле ну мне кажется просто двух существ атака топором налево потом существо 2-1 в догонку берсеркер меняется с драконом забрать 2-2 обломок и на остальные деньги пройти в лицо но у тебя остается 5 хп а там 2 хиллфаера и все и приехали без каких-либо... а нет смотри что-то другое придумал что-то другое нету он в лицо хочет с этим берсерком сходить а или нет не выходит у меня не получается не сходится по сеансу нет он мог гораздо... он как-то совсем какую-то лажу отщебучил совершенно лажу но чтобы он там не отщебучил это его не спасало второй матч за Тома да но тем не менее ход был какой-то совершенно невнятный он мог смотри разогнать берсеркера, берсеркером забрать целого дракона 4-9 топором забрать просто существо 5-5 лотэба слева соответственно у тебя остается то что на столе стояло вот этот назад за работу и гномка плюс ты ставишь 2-1 гнома и все это сразу идет в гости а он все это отдал просто так угу ну он может... да ладно он может быть знаешь что хотел он может быть хотел просто прокрутить гнома чтобы найти казнь но у него маны не оставалось ровно 8 маны это 3 на тетку, 3 на берсеркера, 2 на гнома ну он может хотел там типа себе 4 хитпоента оставить и не 3 потому что это же халфайр там было 2 халфайра ну в любом случае я там существо оставил я фиг знаю там, да, нелогично было там на оригинальном стриме по-китайски что-то пишет сразу в ответ на эту ситуацию там все по-китайски пишут теперь это китайский чат макс репост китайский бойс что-нибудь такое китайский бойс Том бойс Том Джонс Том там пишет это точно Том там? Том там А Калди здесь А теперь у нас перевернулись игроки игроки теперь Том играет на комбо воине Калди на варлоке Будет забавно а то он теперь его нажарит да да изначале я варлоком нажарил твоего воина а теперь воином нажарил варлока не ну трудно конечно варам против хэндлока очень трудно ну там бывает что хэндлоку не завозят таунты тогда ты просто его там быстренько комбой оп оп бывает да основная угроза это существо 2.4 угу да берсерк у нас в чате теперь тоже по китайски пишет супер ну вот у вара ничего так задачка какая-то агрессивный второй дроп агрессивный третий дроп по хиту вход на 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 30 хитов и оппонента как не бывало это тоже такая долгая работа мне надо сходить тебя в лицо еще 28 раз но я справлюсь если он сейчас сразу 1-3 и не шлепнет чувака а то возьмет одну карту вторую карту накрутит себе руку понятно что никак не шлепнет тут только дракон вот этот дорогли в китайский мне нравится который на человечка похож как он произносится интересно такой ерунг он там в чате посмотри а да вижу на звезду да похож такой он похож на человека который загорает слушай а почему он вначале дал назад за работу а потом верил вент они в обратном порядке потому что назад за работу покоцает под муртал коэл а он не стал давать вирл винд а он не стал давать вирл винд а с другой стороны и дракона стал не стал интересно почему дракона с монетки не сыграл он пропустил просто третий ход да? ты там на иероглифы засмотрелся да хотя могут дракона с монетки поставить тут интересно и опять же смотри вместо вирл винда он казнь просто дает ну сейчас то хотя бы понятно не ну вихр то ему нужен чтобы берсерка разгонять нужен можно и топором и быстрее накрутить топор и эту комбу еще поищи эту комбу на следующий ход смотри у него хватает на тетку берсерка и даже без вихря атака жутко большая а если через ход с теткой берсерка и вихрем это как бы не летал там ох может нажарить хендлока ох нажарит хендлока кто нажарит хендлока ну вар да вар очень медленно здесь играет кауди он прямо и монету оставил с нейра там все таки надо было дрейка пораньше сыграть сельвана сейчас с другой стороны неплохо ну а что она делает о во 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 вот это ему надо было о холли шит это будет два четыре у него же на следующий ход ты видишь вообще ему хватает на тетку мужика гуля вирлвинд вообще там жесть да комба тетка с мужиком сельвана там вообще никого не бьет уже вчера это обсуждали ну там миллион дэмэджи будет это правда может даже два ну сельвана теперь об императора видимо убьется и что нибудь возьмет все покататься но по пахе это дурно теперь думает насколько сходить в гости чтобы молтон и таунт не получили да правда там нету таунтов правда таунт гиверов нету санфьюрия нету аргусов мне кажется разуна стоит 14 потому что даже в случае этапа все равно молтон будет далеко не бесплатно смотри он со мной согласен да так так ну что надо посмотреть кого мы заберем себе после размена сельваны то что сельвана доменятся а он может пожертвовать сельвана сходить в лицо и бабахну туда у него останется все две маны на которые ничего не сделать с другой стороны с пустым столом вар тоже не особо повоюет хотя свирл винт там стоит может быть и повоюет надо пересчитать раз два три ну ему надо что-то обо что он гулю сможет разбить если получится тогда если сейчас варлок сходит в лицо и отдаст сельвану то у вара пропадет летал да то есть это братвани получит верл винт нет не такой выбор у него забирает гномку и теперь у нас шесть семь сейчас на поле да два верл винда это плюс 14 атаки так минус одно существо шесть сейчас будет зато плюс карта здесь таунтов нет по моему летал там скорее всего 14 хитпл это фон смарт снять да летал летал абсолютно точно можно даже двух мужиков и без гуля оверл вин дать один это будет на столе пять существ каждый мужик каждый берсеркер получит плюс пять катахи каждый из них сходит на семь не считая терки один четыре плюс шесть катахи кажется а плюс шесть да кажется ходит на восемь еще плюс четыре от трейда все том и так и сяк калди все он три ноль нажарил в армлока калди впечатлен такой игрой говорит холи шит меня к такому жизни готовило качает головой сидит парень с крутым киберспортативным ником показал насколько он крут на самом деле владеет с том проходит дальше он попадает у нас к камазу они будут с амазом сражаться а сейчас у нас будет матч лиммьюикс я не могу прочитать этот никдайм против туэта мюикс мюсли мю мюикс лимикс мюкс люмье мюкс лимикс да ребята 3-0 3-0 оперативника я уже забыл когда последний раз io играли здесь на этом турнире оперативненько и уверенно, я бы сказал за шкирку взял его я жарил его